первый день осенних каникул у детей мы берем отпуск в это время едем отдыхать в адыгею вот наш отель по моему называется прохладный на берегу реки белая таком вот каньоне красотища солнышко светит сегодня до плюс 23 а сегодня у нас 30 октября гуляем по реке белая вчера здесь вода была еще но вот в этом месте побольше воды было вдоль берега нельзя было пройти сегодня стали а воды меньше можно даже пройти от до основного течения реки бурлящий красиво конечно осень воды гей это всегда красиво так вот он наш отель неплохой бассейн есть теплый домики деревянные беседочки чистенько красивенько аккуратненько свеженько классно короче а вот и наши ученики у которых каникулы и вот наши ученики естественно забор территории огорожено но есть такие вот выходы к речке оборудованы и тут уже начинается красота беседочки деревянные баня такая вот банька не были мы там ребята на качелях тут вот стройка еще нет строится большой комплекс и вот так вот по всей территории красотища все деревянные аккуратненько красивая ухоженная зеленая поели такая вот мангальная беседка но она платная отдельно оплачивается здесь стол большой мангал есть казаны аж 2 раковина мойка с водой причем на всей территории написано я не проверял конечно на вкус и цвет тем более анализ не делал но везде указано что вода в любом месте на территории отеля питьевая такой бассейн еще закрытой сверху сейчас потеплеет откроют можно будет искупаться сейчас поедем куда-нибудь гулять куда-нибудь в лаганате грибль так вот мы поднимаемся в наш номер сейчас вам все покажу ага вы уже здесь ну как вам наш номер что жарко на окошке открыть вот так вот все чистенько красивенько аккуратненько душевая кабина ну и там то самое место любимое мужское тут самый крутой отчет это детям нравилось двух двухэтажная кровать да и гордин спал на втором этаже тебе понравилось на кровати домой такую хочешь и вот такой вид у нас из окна на реку и горы здесь еще балкончик там вот соседи тут вот сосны или ели сосны ели и здесь вот воздух чистый вода красота так ничего погнали на прогулку поедем гулять красивые места смотреть в лаганате гузыри пыль чего-нибудь такое горы короче погода-то шикарная все готовы телефон не передает камера не передает конечно но лететь высоко никаких бегов здесь очень опасно та же самая белая что и у нас вот ребятушки его стоишь лишний шаг делаешь и туда купаться идешь смотровые площадки есть тут источник говорят питьевой водой но я ни разу не пил не пробовал тесно говоря организм слабенький такой к этому делу может конечно не выдержать поэтому если кто-то смелый то пожалуйста водичка есть всегда а а а Очередная смотровая площадка по дороге на партизанскую поляну. Вот с таким вот маленьким искусственным озером. Кстати, в озере полно пиявок. Вот одна из них плывет. Мы ее только что доставали. Но не припиявливали. Красота. Едем выше, на партизанскую. Так, ну мы на партизанке. Мы доехали до этого тупика под названием «Партизанская поляна». Здесь вот прокат, квадроциклы. Такое время года. Какие-то, может быть, джиппинги. Какие-то восхождения. Ну а зимой вот тут вот тюбинг. Лыжня и все остальное. Да, брата? А, вот веревочный парк есть. Эскалодром. Вижу. Вижу домашнюю кухню. И веси. Не знаю, детский это парк веревочный или взрослый. Но парк веревочный есть. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вид какой. Вот такой бандой здоровой сегодня мы идем по партизанской поляне. Маршрут взяли на Сочи. Вот ребята подготовленные. У них есть чай, газ, плита, заварка. В общем, все есть. Вода есть. Сейчас пойдем на Сочи. Хотим до Сочи дойти. Отдохнуть чуть-чуть. И обратно. Первого сожрем. Того, кто не выдержит. Что на ноги первая? Светочка. Это у тебя маленький рюкзак. У тебя тут не... О, мальчишка. Тут вот смотри по камушкам. Ну и что вкусно? Самая вкусная вода. Так, все, мы привалились. Вот здесь вот у этого указателя на КПП Узуруп. Дальше тропинка пошла в Сочи. Такой вот вид красивый в лесу. Здесь вот ручеек течет. А тут вот наш привал. Девчачий привал называется. Там вот, кстати, вдалеке. Недалеко от нас палатка. Кто-то тоже остался с ночевкой. У нас девчачий привал. А мужики ушли вон туда. По склону вверх. Сказали, в Сочи пойдут. Так, ну все. Мы, короче, сходили в Сочи. Посмотрели на Красную Поляну. Снег есть. Все нормально. Возвращаемся в свою родную обитель. Возвращаемся в КПП. Так, заехали в Кавказский заповедник Кордон-Гузерипль. Правда уже свечерело. Сейчас посмотрим, что там почем. Пойдем, не пойдем. Ведька белая тетет. Каждый раз пытаемся попасть сюда. Все время попадаем вечером. Когда уже, в принципе, смеркается. А гулять здесь надо далеко и долго. Короче, мы зашли. Пойдем сейчас. Что сможем пройти, то пройдем. Что увидим, то увидим. До чего и доберемся. До туда доберемся, как говорится. Потому что уже время 4 часа вечера. А в горах, как говорится, сами знаете, темнеет рано. Да, и к тому же, ноябрь месяц завтра. Поэтому уже сильно не разгуляешься. Река Малчепа. Пересекаем через мостик Малчепу. Ну, красиво. Вольерный комплекс. Здесь есть животные. А, тут еще музей природы. Вот написано. Все до 5 вечера. А, у нас 4 часа еще. Здесь вот. Фото зона. Леопард. Велика бурная наша течет. Везде она нас сопровождает. Красивая зараза. Короче, вот он. Самый большой. Самый древний в Роснодарском крае. Дольмен. Пойдем посмотрим, как туда залезть. Сейчас я вас туда отправлю. Если там что-то страшно, кричите. Ну вот, вы побывали внутри Дольмена, а я нет. Сколько лет? Одна-две тысячи до нашей эры. Лисица обыкновенная. А здесь, наверное, не лисица, а еноты. Думаю, что там дети все столпились. Там где-то волки грызутся, что ли. А, глянь, мужик кормит волков, по-моему, дальше там они грызутся. Это кто? Енотовидные собаки? Он, да, кормят. Идем, и волков, кормят. Он еще посчитает. Вот кони побежали. Полоскуны, те самые. А волки? Не койоты. Интересно, как они смотрят на через сетку на вот этих оленей? Молча. Молча? Положительный. Положительный. А вон зубры. Дальше как вы. Короче, три вольера. Ну, условно говоря, музей. Закрыт на ремонт. Не увидели мы даже зубра, потому что он далеко не хочет с вами дружить. Не знаю, зачем отдали 300 рублей. Просто так, походу. Просто пока еще ничего мы здесь не увидели. Надеюсь, что тропа осталась. По тропе надо идти, но мы уже не пойдем, потому что уже смеркается. Дальмен доисторический. Три вольера. И музей на ремонте. Достопримечательностей много здесь. Так, если вот кто-то захочет зайти. Вдруг там многообещающие вывески. И тетенька на кассе скажет. Да, 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 да. Там огонь. Ну, вы будете знать теперь. Короче, мы пошли хотя бы по тропе леопарда. Пройдем, посмотрим, что там. Ну, потому что иначе мы расстроились что-то. Волокнистое дерево. Идем по леопардовой тропе. Кстати, а почему он так называется? Тут все написано на табличках. Тут все, кстати, указано. Вся информация есть. Так что читайте, ставьте на паузу. Еще вот такие указатели есть. Информативные тоже. Вот, ребята, мы на вершине похожи. Солнышко светит по тропе леопарда. Сейчас идем вниз. Нелегко, я вам скажу, подняться вверх. В нашем-то состоянии. Неподготовленных спортсменов. Надеемся, спуск, да. Ну, что, Свет, ты говорила вниз. А там дальше вверх. Грешников? Так, сколько нам идти? Ага, немного вроде бы. Кайф, когда солнышко, да? Светит. Так, все. Мы спустились почти вниз. И дошли до норы леопарда. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Это был увлекательный аттракцион. Так еще никто не шутил. Надо мной. Нужно было с этой стороны идти. Ближе до норы. Со стороны входа. Собственно, таблички об... Таблички об этом все и говорят. Что, вот, едите сюда и туда тоже идите. А вот как если себя при встрече с леопардом? Если вдруг вы встретите, мы не встретили, а вам повезет. Вот здесь поставьте на паузу. Почитайте и будете знать. Ну, мы наконец-то возвращаемся. Я что-то, ребята, неправильно сказал. Это еще не конец. Да нет, там где. Виталик, а куда дальше? Мама, никуда! Здесь, вот, внизу, смотровая на такой вот водопад. Ну, можно, конечно, туда спуститься, но сложено. Особенно если мокро. Поэтому смотрите сами. Теперь понятно, почему здесь вот такие указатели. Стрелка и туда, и сюда. И там что-то можно найти. И там. Оказывается, такой смысл у этих двух стрелок. Непонятно куда. Но мы решили, что возвращаться по этой дороге. Но, честно говоря, об этом информации нет. Идем наугад практически. Бац! Об дерево. Короче, мы выходим. Угадали. С направлением. Уже слышится. Река Белая. Вход. Заповедник. Ну, в общем-то, экстрим. Как он, не экстрим парк. А веревочный парк. Здесь, конечно, гигантский. Вот трос идет до Тудова. И там еще куча. Все деревья в этих лазалках, тросах. В зиплайнах. И вот здесь еще. Я даже не знаю, где начало, где конец. Блин, он может шарахнуть. Затком. Типичная Адыгея. Это Кавказ, детка. Хороший ресторан. Рекомендую. Всем привет. Новый день. И мы едем в сторону Плата Лаганаки. Остановились поглазеть на красивые виды. Здесь вот обрыв такой. И долина горная. Все видно красиво, хорошо. Хорошую погоду, естественно. Были мы здесь и зимой. Ну, как не зимой. В такое же время. В прошлом году или позапрошлом. И снег выпал ночью. Здесь прям вообще была красота. Все в снегу. Хоть она растаяла там к вечеру. Все равно такой момент был классный. Хлопцы, кто помнит, бывал на Лаганаки хоть раз, тот знает, угадает и поймет, о чем сейчас речь будет. Вы только посмотрите, сколько тут изменений. И так вот новая дорога туда до конца. Там кольцо, разворачиваешься. Парковки, асфальт, отбойники, тротуары. И это только начало, я так понимаю. Там вообще стройка грандиозная идет. Что-то народу столько. В основном Ростов-Краснодар. Такое ощущение, что никто не работает. Хотя будний день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Виды здесь, конечно, бомбические, ребятки. Тут можно долго бродить, гулять. И везде фоткаться. В том числе и опасненько. Вот я стою прям в 20 сантиметрах. Ну ладно, не в 20, а в 40. Вот обрыва вот такого красивого. А зиму вы здесь, прикиньте, кататься можно. Загораете, хлопцы? Да. А вы откуда сами? Ростовский. Верхоломовский. Верхоломовский. Верхоломовка. А, родня. Верхоломовка. Вот такими видами в Адыгее можно наслаждаться круглые сутки в хорошую погоду. А что Саныч говорит, мы зачем нам в столовую, если он мясо нам будет жарить? Ну это будет вечер, а сейчас в чем голодный будет? А что мы наедимся в столовую, Саныч, кому будет жарить? Мы в 9 поедим мясо, а сейчас мы хотим тоже есть. В 9 мы с Андрюхой спать ложимся. Ну, ложитесь. А мы нет. Давайте на общее фото в кружке. Вот таким вот получилось наше путешествие в Адыгею. Короче, коротенькое путешествие, но яркое. Все, прощаемся с Адыгеей. Выезжаем из Каменомосского. Повезло нам с погодой в эти дни. Отдохнули хорошо. Повеселились от души. Насладились теплыми лучами солнца. И прекрасной природой Адыгеи.